Вот после таких боёв реально бомбит. Вот один игрок, ну вроде бы не самый сильный, но есть в турнире, то есть играть умеет. Вот второй игрок, скорее всего умеет густить, потому что процент побед у него достаточно хорошие медали есть. Напарник, 100% голди, хороший аккаунт. Хотелось сделать контракты, ну что-то досделал, но такое. Франги у всех одинаковые, 16-й, то есть особого преимущества не было. У меня, наверное, здесь самый крепкий, потому что у меня карточек у меня не больше, то есть по развитию я должен опережать. Я не играю на пустах, поэтому никакого преимущества у меня точно не должно быть, тем более вначале я строил мясо для выполнения контракта. Ну, уже с учётом состава моей армии можно понять, что я играю на контрактах, да, то есть я не просто хочу отыграть хороший бой, но хочу много контракта сделать. А то, что противники не умеют играть, это их беда. Вот, он забирает первый контейнер, ну красавчик, море всё отдаёт. Блин, ну почему нельзя построить сразу одну торпедку, поставил на развертке торпедку, всё, вот эти ресурсы я не заберу. И здесь то же самое, в чём проблема? Ну отдал тебе эти контейнеры, окей, но ты не отдал море, а здесь 4 ящика. Ну ладно, строю осу. Противник, не знаю, есть премиум, нет премиум, пытаясь осой здесь что-то сделать, ни хрена не получается. Выполнить этот контракт просто нереально. Я не знаю, зачем вообще его добавили, потому что у банки осы, ну, не такая способность, чтобы выбивать юниту, да, она немного уменьшает урон, и там должно быть много пехоты. Ну, короче, такое себе, всё жирное, как выбить себе банки, ну, никак. Подхожу к базе, вижу здесь молот и зевсы, ну, пока что нормально, торпеды до сих пор нет, выходи в аллигатор без проблем, стой мамонты и сиди на базе, далее аллигаторами всё лучше. Можно вышки построить, вообще без проблем. Вышки, грены, ягуары, мамонты и аллигаторы. Но нет, я играю с трехозами, потому что мне надо выполнить контракт. И уже на этом моменте можно было понять, что с трехозами я выполняю контракт, ребята. То есть играть надо, ну, нормально. Я не говорю, что надо строить для меня молоту, но... Ой, ладно. Решил бустануть цеску. Тут начинают меня потихонечку давить. Одна вышка есть уже неплохо. Оборона. Заметьте, я не должу. Играем нормально. Вот эта армия по-любому выбивается, потому что у меня стрейкоз дофига. У меня есть ягуары, ты это видел. Пять ягуаров. Армия равноценная. Зачем ты лезешь без разведки? Все непонятно. Ну, естественно, ну, конечно, минус герой, но всё это разбираем. Потому что бедерцами ягуара не надо, правильно? Идём дальше. Снова строю стрейкозы. Вертекса до сих пор нет. То есть контроля карты не видно. Здесь какая-то армия, циклон, но уже получше, конечно, но слишком много тахинов. Но тоже пойдёт, конечно. Вот аллигаторы здесь есть. Торпеды до сих пор нет. Почему? Вертекса тоже нет. Вот пару четыре вертекса, или четыре здесь вертекса, или четыре здесь вертекса, Они бы выбили эти аллигаторы. Почему проблема? А дальше летаю себе по карте и вбиваю здание. Подхожу я с этой стороны, слишком много тахинов. Тут крены. Ну, отлично. Кречеты есть. Тоже отлично. Зачем здесь противник. Позиция у меня уже не самая лучшая. Здесь грады. Зевсов много. Выбить их быстро не получится. Потому что нет у меня стеночки. Да и армия у меня вообще непонятно здесь стоит. И лагала просто ужасно. Просто не игра, а кадры какие-то. Напарник разведывает базу противника. Зевс, Играды, Токина. Ну, все поханшуют. До сих пор торпетки нет. Авиации тоже нет. На что рассчитывают эти игроки, я не понимаю. Естественно, тут передняя линия выбивается. Тут еще одна ЦСКА тоже выбился. Вообще, побую. До сих пор у меня в третий уровень штаба. Добавляю себе потихонечку барракуду. Вот тут куча зевсов походит. Ну, это уже получше. Окей. Зевсы, Грады. Дренов мало. Я ее не выбиваю. Дурельки стоят. Вот эту линию мне уже никак не выбить. Можно, конечно, покряхтеть. Но если мамонты подойдут поближе, то... Ну, в общем, урона мне здесь не хватит. Даже с учетом крота. И что делает противник, угадайте. Он будет бить не знаю. Вот зашел вот сюда, в узкий проход. Вот сиди здесь и выбивай противника. Здесь, естественно, армии вообще нет. Пару Градов, пару зевсов. И дофига о гренадерах. Что ты сделаешь, это ли, а? Видишь вышки, видишь грены, строя нормальную армию. Ну, тут пару казарм я добавил. Есть у крота турельки. Вбивают у меня передние линии. Армии вообще у меня нет. Ну, и зевсов, в принципе, немного. Шесть штук. Шесть штук на пять игварчиков. Турельки поставил, толку мало. Ну, и потихонечку, потихонечку противник убивается. То есть, вот эти зевсы, они должны идти вот сюда, выбивать на армию. Подсказка, а не здание. Иди, выбей вот эти ягуары. И после этого отступи, снова накопи армию и уже задави. Нет, надо идти сюда и выбивать на переднюю линию. В чем смысл? Наконец-то появилась пепота. Уже получше. Ладно, противник перекруктуровывается. Молодец. Что я буду делать? Ну, я буду мамонты строить. Играешь Градами, я тоже умею брать артиллерию. Пока что сижу на базе, выхожу в барахуду. До сих пор здесь торпедок нет, авиации тоже нет. Ну, и дождались на 20-й минуте Левиопам. Здрасте. Ой, немного пехоты добавлю, потому что все-таки контракты на гренадёра. Наконец-то идет зевсыщительная. Уже получше. Вот останови ты вот эту армию, останови ты огнемечеки и настреливай переднюю линию с Левиопам и Градскими. Чего ты лезешь? Вот это. Чтобы она слилась. Вот эти ресурсы, которые мы потратим на огнеметных чекел, ну, они ушли никуда. Они уже заговаривали здесь. Ну, естественно, тут появляется Левиопам. Ну, и Барракуда, конечно. Заметьте, зевсы, что они бьют? Они бьют электростанцию. Иди ты и выбей вот эти ягуары. Ну, чё ты лезешь? Начни бить вот эту линию градами. Вот они, грады. Вот, вот. У тебя есть время, целая минута, пока подойдет Левиопам. Выбей здесь переднюю линию, и все. Дальше уже зевсыщит мне уже будет никак не будет. Потому что там будут голые мамонты без поддержки. Ну, и все, досвидуйте. Да, красавчик, есть айфуны, они справляются. Щита нет. Один щит. Вот. В атаку надо брать один щит. Гений, гений рода человечества. И сейчас, спустя две минуты сражения, пошли зевсы вперед. Когда уже здесь нету неградов, ни хрена. Понятное дело, я их встречаю, до свидания. Вот вся игра конфедератов, это построить однеметчики, построить зевс-оград и думать, что ты начинаешь хорошо играть, что у тебя 90% побед, ты что-то можешь сделать. Тебе армию развалили. Ягуаров, дохрена, ты опять лезешь на центр. Построй вертекс. Построй, дохрена, вертекс. Снова лезет в кармашек. Разведке вообще пофиг. Разведка не нужна. Ну, а после этого их бомбит, что... Что их бомбит буквально переносно смыслит. Молодец, лезь под ядерку. Вот так надо играть. Тут мне уже искать нечего. Опять он лезет сюда. Че ты лезешь? Тут мы его разбираем. Заметьте, у меня нет тумана. Спокойно, нормально себе играю. Да, у меня есть порт, да, у меня есть оса. Ну и о, вы видите, козы, какие-то эти билеты, которые бесполезны. Че надо сделать на этом моменте? Правильно, видишь барракуду, ломайся без дамы. Ну, если бы ты не поставил торпедку, если бы ты слил игру, то, блин, ну, поставь здание, дай контракт сделать, если играть не будешь. Вообще, побуешь. Были бы вертексы, были бы дикообразы, были бы полуошки, были бы кречки. Нормальная игра была бы. А так, понятное дело, что союзник давит Лёвика, и у него ядерка. Вот и все. А потом говорят, что ты давишь их прокачками. Ну, конечно. Да, у тебя на базе ноль мамонтов, а там до хрена оградов. Давлю прокачкой, реально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА